В этом году месячник оборонно-массовой, военно-патриотической и духовно-нравственной работы проходит под девизом «Воинский долг, честь и судьба». В Лобинском районе он начался праздничными мероприятиями, посвященными 95-летию со дня образования войсковой части 3219, войск Национальной гвардии Российской Федерации. В начале мероприятия в зал внесли государственный флаг Российской Федерации и боевые знамена части, зачитали поздравительную правительственную телеграмму от главнокомандующего войсками Национальной гвардии Российской Федерации Сергея Меликова. Далее теплые слова поздравлений произнес заместитель командующего Южным округом войск Национальной гвардии генерал-майор Сергей Просяник. Мне поручена высокая честь командующим округом войск Национальной гвардии генерал-мейтенантом Козловым Александровичем, командованием округа прибыть сюда в этот день и поздравить вас с этим праздником, пожелать всем крепкого здоровья, счастья, мирного неба над головой и чтобы личному составу приходилось выполнять боевые задачи только в мирное время, как это было в прошлом году, когда была поручена высокая честь обеспечить усиленные меры безопасности при проведении чемпионата мира по футболу в Российской Федерации, привлекалась и ваша воинская часть в городе Сочи. И чтобы только по таким поводам мы вручали награды, подарки личному составу. За высокие показатели в служебной боевой деятельности коллектив 378-го отдельного батальона оперативного назначения награжден почетной грамотой Федеральной службы войск Национальной гвардии. Личный состав отметили многочисленными наградами и ценными подарками. Добрые слова прозвучали и от командира 50-й отдельной бригады оперативного назначения войск Национальной гвардии генерала-майора Павла Эндык. Все, кто служил, знают, что служба наша связана с риском для жизни. И поэтому, наверное, во все века, начиная царская армия, заканчивая сейчас, всегда уважали нас военных, уважали и в первую очередь уважали солдат, наших сержантов, которые самые куют нам наши погоны, куют славу нашей России. Поэтому хотелось бы от себя лично, от своей семьи, от своего коллектива управления бригадой, от воинских частей соединения поздравить вас с наступившим праздником. Наверное, это будет, наверное, крайний год, еще будет столетие. И далее, и далее, и далее, мы будем все собираться и праздновать это все. Пожелать наиболее, я знаете, скажем, здоровья, семейного благополучия, когда в семье все хорошо, и солдат, офицер всегда служит. Счастья, доложить, доложить жизни вам всем, особенно ветераны, приумножение нашей страны нашими делами. От имени главы района собравшихся поздравил его заместитель Александр Демченко. Частье 95 лет, но и нашему Лобинскому району. 95 лет к нашей территории, да. Поэтому мы ровесники счастью, это очень символично. И для нас, конечно, было большой честью в свое время дислокация части на территории нашего города Лобинска. И мы вот вместе идем с счастью по жизни уже много лет, плечо к плечу, помогая, поддерживая друг друга в согласии и в сотрудничестве. Поэтому позвольте мне весь личный состав части, каждого из вас, ваших родных и близких, сердечно поздравить от имени главы района, пожелать всем нам мира, а вам еще и здоровья, вам благополучия, вам успехов и вам достойного служения в своей отчизне. Заместитель мэра города Павел Монаков произнес теплые слова поздравлений от лица главы Лобинского городского поселения. Самое главное, чтобы были у вас надежные тылы, защищены в полном объеме. И самое основное, чтобы во всем вас поддерживали, во всех ваших начинаниях. С праздником! Поздравляю! Поздравления прозвучали от председателя общественной организации ветеранов «Боевое братство» Павла Калашникова и председателя Лобинского совета ветеранов Ирины Городней. Не случайно вы, я имею в виду часть, родились в этот святой, священный день, день крещения. Воскресили на профессию, воскресили на подвиги, на служение Родине. И мне хочется низкого поклониться. Ирина Алексеевна отдельно поблагодарила духовой оркестр части, который сопровождает многие мероприятия района и радует лобинцев своим мастерством. Далее минуты о молчании почтили память воинов, отдавших свои жизни за Родину. Память о подвигах героев жива в сердцах благодарных земляков, родных и близких боевых товарищей. Мамам воинов зал аплодировал стоя. В знак глубокого уважения и благодарности им вручили букеты цветов. Ветеран внутренних войск Гарик Козловская не только сама много лет прослужила в войсковой части, но и воспитала сыновей в духе любви к Родине. Ее служба началась в далеком 1979 году. В 81-м году в декабре 1932-1919 въехал в Лобинск в связи с событиями там, в Армении. Участвовала везде в боевых действиях. Нагорный Карабах, Ферганах, Молдавия, Первый Чечня, Дагестан и Урусмартана Чеченской Республики ушла на пенсию. Сын служил в армавильском специальном назначении. Погиб в 1999 году на призахвате Валакской в высоту 715. Второй сын умер по болезни в бригаде 46-й бригады, служив 46-го бригады. Младший лейтенант Козловский Дмитрий Анатольевич, старший капитан Козловский Юрий Анатольевич. Семья военная. Долго отдали 48 лет службы с леготами, 33 года календарных служб. Во время военных действий помогали боевые товарищи, рассказывает Гларик. На поле боя, вы сами знаете, все уже жизнь показывает, как нужно. Защита народа, спасение людей, каждого солдата, который родители доверила нас, не стремились, чтобы этим жить, чтобы живым здоровьем вернуть. Однако не каждого судьба удалось вернуть. Вот этим и жили, чтобы были сыты, кормили, поили, одевали, в теплоте, уюте, чтобы им было хорошо, чтобы легко было переносить вот эти боевые действия, сложные задачи, которые перед ними были ставлены. Достоинством дети наши, ребята, выполняли. Военная династия Козловских продолжает жить. Внук этой отважной женщины выбрал профессию своего отца – родину защищать. У меня внук в этом году поступил в Новосибирский военный институт национальной гвардии. Круглый сирота умерла, мама и папа, офицер. Как бы он продолжение динстанции, вот семейник, как бы, да. Хочу каждой мать, которая доверяет своего ребенку, вот именно нашей вот национальной гвардии, чтобы они верно, достойно служили отечеству. Отдали долг на высоте, чтобы у них мужество было навсегда. А мы обязаны молиться за них, поддержать морально, помогать, подсказать, сопутствовать. Я вот своим внукам каждый день разговариваю. И сказала, Тагэс, будь достойной. Оправдай высокую доверию папу, дядю, бабушке. В войсковой части Алексея Мишурова с уважением и гордостью зовут Дед. На таких людях их патриотизм и стальной волей и держится наша армия. В войсковой части 32-19 я пришел молодым лейтенантом в 1968 году. И по настоящее время служу нашей части. Сегодня у нас большой праздник, 95 лет образования. Я помню время, когда 50-ю годовщину мы справляли. Я был молодой лейтенант, награжден фотоаппаратом «Зорький». Служа в армии, я прошел должность от командира свода до замкомандира бригады. Уволился в 99-м году. Сейчас являюсь председателем Совета ветеранов войсковой части 32-19. Я рад то, что наша молодежь, наши военнослужащие продолжают традиции, которые были зарождены еще в 24-м году, когда образовалась наша часть. Задача наша – воспитывать молодежь, подрастающие поколения. С сегодняшнего дня начинается у нас в городе и в Краснодарском крае месячник обороны массовой и военно-патриотической работы. Уже столько заявок желающих, которые хотят прийти школами, детскими садиками, учебными казачьими классами, к нам часть, чтобы познакомиться с жизнью и бытом наших военнослужащих. Мы ждем, у нас двери открыты, приходите. Ветеран войсковой части, подполковник в отставке Леонид Стрекин, 30 лет отслужил во внутренних войсках. Из них 16 – войсковой части 32-19. Первую дату, которую я праздновал в своей жизни старшим лейтенантом, когда в воинской части 32-19 исполнилось 55 лет. И с этого времени 40 лет я праздную эту дату. Когда служил здесь, будучи замкомандиром полка вместе с Агаповым Сан Санычем, прослужил 6 лет, горжусь этой службой в этой части, потому что здесь заложены те традиции, которых сейчас, наверное, к сожалению, нет. Начиная с 1924 года, все военнослужащие войсковой части 32-19 отдали все лучшее, то, что было у них для служения своей родине, своей воинской части, особенно 8-му полку. И те традиции, которые были заложены ветеранами, когда я пришел молодым офицером, ветераны, которые уже были, они участники Великой Отечественной войны, они прошли борьбу с Ауновским подпольем на Украине, они прошли Крым, Рым и все остальное. И где бы они ни находились, и что бы ни делали, они были нам примером. Я люблю эту часть, я горжусь, что я там служил, я горжусь, что ее знают не только в Лобинске, не только в Краснодарском крае, ее знают везде, по всему нашему государству. В Москве ценят, советуются, берут пример, берут за основу те традиции, которые здесь заложены. И нам приятно, что одна из воинских частей, это воинская часть 32-19, имея такой богатый опыт, имея такой музей, является передовиком во всех делах. И вот сейчас идет реорганизация. Я сейчас представляю себя помощником начальника Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, начальником меня генерал-майор Меркушин. Это немножко другая структура. Но при возможности войска будут сохранены, будут продолжены те традиции, будет продолжаться, я думаю, история воинской части 32-19. И мы с вами с гордостью еще отпразднуем, встретим и будем довольны тем, чего достигнет войсковая часть 32-19 в ее столетии. В этом году на военной коллегии Росгвардии год у нас объявлен, год воспитательной работы. Все ветераны, каждый ветеран отчитается по итогам года, где он был, с кем встречался, в какой школе, в каком техникуме, в каком институте, что, потому что я вам скажу, что живое слово не заменит ни компьютер, ни наши буклеты, ни наши книги, которые молодежь не читает, а послушать ветерана, вот как стоит товарищ прапорщик там, он, может быть, полчаса расскажет, но этого хватит, чтобы каждый понял, что как мы любим Родину, как мы о ней заботимся. И те невзгоды, которые у нас были, они уходят на задний план и дают нам возможность дальше жить, дальше радоваться жизни и радовать других. Дорогие друзья, дорогие жители города Лобинска, во-первых, примите поздравления с прекрасным праздником Крещения, всем желаем здоровья, благополучия, и мы очень рады, что с 92-го года в Тбилиси 8-й полк прибыл сюда и дислокацию обрел здесь, в Лобинске. Я думаю, что Лобинск с небольшого провинциального города стал знаменитым городом на всю Россию. Так считают все, которые сегодня прибыли ветераны на великое мероприятие. Это мы отмечаем сегодня 95 лет. Надеемся, что пройдет еще 5 лет и мы будем готовиться отметить и 100 лет. Конечно же, говоря о празднике, нельзя забывать о тех ребятах, которые сегодня выполняют задачи по охране общественного порядка и безопасности, им за это спасибо, кто сейчас на посту, потому что мир нам нужен в нашей стране. Большая благодарность, огромный и низкий поклон нашим ветеранам, которые всю свою жизнь, молодость, красоту отдали, защищая нашу страну. А всем молодым ребятам, которые живут в нашей прекрасной стране России, я хочу сказать одно. Любите Россию, цените Россию, защищайте Россию и сделайте так, чтобы наша страна была краше, сильнее и лучше. С праздником! Праздник украсило выступление Академического ансамбля песни и пляски Южного округа войск Национальной гвардии Российской Федерации.